Всем привет! В эфире «Импульс Севера» в студии Юлия Шаркова. Мы готовы рассказать вам о самых актуальных новостях этого дня. Испытание водой. Мощный ливень накрыл днем северную часть газовой столицы. Да, именно так. Если на северке за полчаса выпала недельная норма осадков, то южная часть все это время оставалась сухой. Как рассказали нам дорожники сразу после дождя, на ликвидацию последствий были брошены все силы. Это 100% людей и техники. Проверила погода и новые ливневки. Мы сейчас были на улице Дружбы Народов. Именно та ситуация, которая сложилась в данный момент, это из-за большого количества осадков за малый промежуток времени. И вся вода с улицы Дружбы Народов поступает в вода отводной лоток. Далее она проходит по улице Мира, заворачивает на улицу Пашукайло вот этот поток и уже попадает в водоприемную трубу. О том, что в городе планомерно решается вопрос с подтоплением улиц, глава говорил на последней пресс-конференции. Напомню, она состоялась 20 июля. Ливневки предусмотрены во всех проектах реконструкции улиц. Где-то они уже проложены, где-то только предстоит обустроить стоки. В итоге, когда завершится реконструкция всех участков, в Новом Рингое будет большая сеть водоотведения. Здание Новотека и в сторону выезда из города. Этот проект 70 лет октября и этот проект, они технологически совместимы именно по отводу воды. В прошлом году, предварительно ТНК, заложены все мероприятия для того, чтобы через перекресток вода уже пошла туда. Это то же самое касается и улицы Молодежная в районе озера. Большие возмущения, что стоит лужа. Но у нас есть объекты, которые технологически между собой связаны. Озеро Молодежное связано именно с ливными устройствами, которые в Озеро Молодежное сейчас монтируются в настоящее время. С водоотводом, с улицы Молодежной. К другим темам. Вы же помните, что эта неделя в нашем округе подходит под знаком экологии. Впрочем, одной неделе забота об окружающей среде точно не ограничится. На Ямале стартовал второй сезон масштабного проекта волонтеров Арктики «Экология внутри». Целый месяц школьники от 12 лет, студенты и просто заинтересованные в эко-теме люди смогут побороться за чистоту и наведут порядок в своих родных городах и районах. Новый Уренгой не стал исключением. Моя коллега, корреспондент газеты «Правда Севера» Александра Киберлейн тоже примкнула к зеленому движению. Здесь нет Анастасии, такое торжественное посвящение в виды. «Экология внутри» – это региональный проект для любого из жителей города Нового Уренгой от 12 лет. Задача этого проекта – это убрать захламленные территории, а также провести программу по экопросвещению, для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, что такое экологичный образ жизни и как его придерживаться. Несколько основных веток, благодаря которым ребята попадают в наш проект. Это либо участники прошлого года. Есть вторая часть участников – те, кого отправили к нам родители, потому что они понимают, насколько, во-первых, важно, когда их ребенок участвует в подобных проектах, важных, созидательных, которые на благо обществу. Ну и также их родители понимают, что, получая в нашем проекте волонтерские часы, они помогут им, ребятам, при поступлении. Я люблю помогать людям, поэтому я была не против вступить в этот коллектив. Я хочу очистить как можно больше территорий и помочь стать этому месту более чистым. Мы очень много взаимодействуем с ребятами, и наша задача сделать так, чтобы они понимали, что проводить время вместе – это круто, это интересно, это интереснее, чем посидеть в телефоне. Мы делаем мир чище, по крайней мере, хотя бы этот город, этот регион. Мы делаем чище свой разум, наше здоровье улучшается, не только ментальное, но и физическое, да, то есть мы помогаем и себе. Возраст абсолютно разный. От 12 самых старших участниц сейчас 24 года. Когда это сбалансированное общее дело, то здесь нет разницы в возрасте. Они вернулись. Я про участников ретро-пробега. Напомню, 20 июля. На раритетном транспорте в путь отправились новоуренгойские поклонники советских авто. Техника, а это «Волга-Победа», «Волга-Газ-24», «408-й Москвич», «Копейка» и «Газ-69» проверили на прочности себя и своих владельцев. В пути автомобилистам встретились и сложности, и радости. Точки маршрута на дым, 501-я стройка, Салихард, Лабутнанги, Харп и Ледник Романтиков. И на каждой находилось что-то интересное для участников пробега. Да и сами они с автомобилями времен Советского Союза привлекали повышенное внимание. Вернулись автомобилисты с внушительным багажом впечатлений и поделились с нами кадрами. Репортаж об этой поездке вы вскоре увидите в одном из информационных выпусков. А теперь отправляемся на пляж. Жара продолжается, и каждый день с самого утра на берегу Сады-Яхи уже есть люди. Справедливости ради стоит сказать, большинство из них воду не ногой. Официально разрешенных мест для купания в нашем городе нет, однако некоторых отчаянных это не останавливает. Про опасность подобных заплывов и прыжков с моста отдыхающим рассказали специалисты профильного департамента и полицейские. Городской пляж на Сады-Яхе в эти дни похож на морской курорт. Многолюдно, палящее солнце и запрет на купание для некоторых не аргумент. А ведь об этом отдыхающим напоминают специальные таблички. Кто-то их игнорирует на свой страх и риск. Но немало и тех, кто правила не нарушает. Воду заходят, но только у самого берега. Дети под присмотром, я всегда за ними наблюдаю. Глубоко они не заходят. Постоянно выходят греться. Костры мы не жжем, не мусорим. С мостов не прыгаем. Все правильно, говорят специалисты. Полицейские и сотрудники департамента общественной безопасности и гражданской защиты пришли на пляж не для того, чтобы позагорать, а чтобы напомнить горожанам о правилах безопасности на воде. Северные реки коварны. Дно скрывает вечную мерзлоту. Вода ледяная. Течение быстрое. Русла быстро меняются. В итоге неглубокие речки, про которые в народе говорят, их курица вброд перейдет, ежегодно забирают жизни неосторожных купальщиков. Здесь запрещено, это небезопасно. Здесь перечислены все правила и требования для отдыха у воды. И номера телефона в случае, если, не дай бог, какая-нибудь чрезвычайная ситуация, плохо кому-то станет, не дай бог. Всегда можете позвонить. Пока новорингойских купальщиков не останавливают запреты и административные штрафы. Такое общение на берегу будет повторяться. А если на ваших глазах начал тонуть человек, немедленно звоните спасателям. Камила Караманова, Данил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Триллер из реальной жизни. Представьте, новый уренгой промбаза, где встречаются для обсуждения бизнеса двое мужчин. Один из них достает ружье и открывает огонь по живой мишени. Его жертве ничего не остается, как уворачиваться от пуль. За такой способ решения деловых споров, стрелок надолго отправится в колонию. Сам смертельно опасный квест случился в августе 2021 года. И вот оглашен приговор, рассказали нам в следкоме. Осужденного признали виновным в покушении на убийство и в незаконном приобретении оружия. Свои преступные действия, направленные на причинение смерти бизнесмену, осужденный не смог довести до конца по независимым от него обстоятельствам, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, уклоняясь от произведенных во сторону выстрелов и активно перемещаясь по территории промышленной базы. Приговором суда виновному назначен наказание в виде шести лет, шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь свой найдешь или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак. Не больше шестидесяти. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Если день нахмурится, если дождь пойдет, выйдет он на улицу, надо мной вспорхнет. Это, друзья, загадка. Догадались, про что? Вещь очень актуальная, учитывая тропический ливень, который после обеда накрыл город. К сведению, 26 июля, Международный день загадок. За правильными ответами я отправилась на пляж. А вот покинула его вовсе не так, как планировала. Вы все узнаете, когда посмотрите рубрику «Когда корреспонденту нечем заняться». Как жарко. Пошли на пляж? А купаться будем? Ну, купаться, вообще-то, в наших водоемах запрещено. Ну, мы можем поработать. Нам же нечем заняться. Всемирный день загадывания загадок сегодня отмечается. Не вижу белый желток или не вижу белого желтка? А надо сказать, что это яйцо? Как правильно. Мысль у вас правильно работает. Здесь есть подвох. Так, не вижу белого желтка. Не вижу желтого желтка. Правильно, желток же желтый. Можно ли поймать тигра в клетку? Да. Как это? Вот так это. Ну, тигр, он же не в клетку, он в полоску. Почему не в пятнышку? Давайте сначала взрослые загадки. Как вы думаете, почему у козы глаза грустные? Не знаю. Если подумать. Потому что у него муж козел. Астути, мы вас поймаем, пока вы не ушли. Можно мы вам загоряем загадку? Одну? Нет. Половинку? А какая мышь ходит на двух ногах? Летучая. Правильно. У нас, правда, был заготовлен ответ Микки Маус, но вы тоже правильные. Арсений, привет. Любишь загадки отгадывать? Нет. Какая мышь ходит на двух ногах? Летучая. Семейная. Вот это у вас семейная. Молодец. А сколько тебе лет? Сейчас. Один, два, три, четыре. 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 Вау. Ну все, давай отгадывать. Зимой и летом одним цветом. Дерево такое. Ёлька. Ёлка? Молодец, правильно. Висит груша, нельзя скушать. Это легкодня и лампа. Правильно. Это легкодня и лампа. Ну все, давай, удачи тебе. Дай пять. Ай, молодец. Представьте, что вы машинист поезда. В поезде девять вагонов, в каждом по две проводницы, каждый по тридцать лет. Сколько лет машинисту поезда? Не вижу связи вообще абсолютно. Ну если вы машинист поезда? Так. Сколько лет ему? Крова. Ну он молод и красив. С этим не поспоришь. Главная для нас загадка, как это так? Еще светит солнце, но уже идет дождь. Поэтому бережем прически и бежим в эфир. Я, кстати, сегодня в эфире. Так что убегаю. Ну что вам сказать, прическу сберечь мы все равно не успели. Зато прохладно. Ну как видите, все-таки прическу в порядок я привезти успела. Так что продолжаем выпуск. И вот вам еще одна загадка. Они стоят на одной ножке, их много в лесу, не счестье, хотя нету них одежки, но шляпка славненькая есть. Ждем открытия грибного сезона после жары и такого мощного ливня. Не знаю, как насчет загадок, но скучать. Но уренгойским детям точно некогда. Пришкольные площадки для юных патриотов открыли новую смену. Такие лагеря принимают ребят в школе номер 15 и кадетской школе. Всего в эту смену отдохнуть с пользой смогут больше 160 детей. Мальчишек и девчонок ждут разные активности, оздоровления и, конечно, новые знакомства. Здесь я нахожусь у новых друзей, новые знакомства. Здесь вообще классно, классные мероприятия проводятся. Мы для наших воспитанников создаем полноценный отдых. Они проходят у нас оздоровление. Для них запланировано очень много различных мероприятий, экскурсий. Новости с юга. Ямал продолжает восстанавливать Волноваху. Ведется строительство. Одно из возводимых зданий – современный многофункциональный центр. Рассчитаны на 300 посетителей ежедневно. В нем будут комфортно себя чувствовать и инвалиды, и мамы с колясками. Для малышей предусмотрена игровая зона. Помещение площадью почти 900 квадратов строится соблюдением российских регламентов. А оборудуют его под ключ, мебелью и техникой. Парк Волновахи тоже ждет преображения. Концепцию реконструкции разработали ямальские специалисты. И этот проект попал в число лидеров на всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Работы рассчитаны на два года. Территория станет одной из визитных карточек города. Там будет фонтан на центральной аллее, различные арт-объекты и амфитеатр. Напомню, в 14-м муниципалитете Ямала, как называют Волновахский район, наш губернатор Дмитрий Артюхов, уже восстановлены разрушенные обстрелами школы, садики, больницы. Продолжается ремонт других нужных людям объектов и жилых домов. У нас все к этому часу. Вам хороших новостей, нам интересных инфоповодов. И до встречи. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!